Машину мы бережем, иногда с ней разговариваем, потому что у нее тоже есть душа. И как ты к ней будешь относиться, так и она к тебе будет относиться в ответ. А говорим, чтобы ты нас не подвела в самый ответственный момент. И так просто хвалим ее и хорошими словами называем. Это комплекс противовоздушной обороны 9К331 ЗРК ТОР-МУ. Он предназначен для уничтожения воздушных целей, прикрытия войск и объектов от действий средств воздушного нападения противника. Работает он на дальности до 12 километров включительно, даже 12,5, по высотам до 10 тысяч метров. Работает по всем типам целей, по беспилотникам, это в основном, по самолетам, вертолетам, крылатым ракетам. Показал себя с наилучшей стороны. Расчет состоит из трех человек. Поиск ведет оператор. Оператор ищет воздушные цели, наводится на них. Дальше начальник расчета берет на захват сопровождение. Далее докладываем оперативному дежурному в данном месте. И по его команде, если это враг, вражеская цель, производится уничтожение данной цели. Пришла команда на уничтожение и пустили ракету. Одна ракета, одна цель. Помимо разведчиков сбиваем также ударные беспилотники. Самая крупная цель это была бы ракета, но это было в начале СО. Сейчас они в основном не летают. Перебили, так точно. Уже больше нет таких. Сейчас в основном это наводчики. Разведчик-аводчик. Впла Валькирия, Фурия, Лилека-100. В последнее время начали применять беспилотник Кавасаки. Он летит на чуть больше, чем обычно, в скорости 30-40 метров в секунду. Дома, конечно, ждет меня моя мама. Я не женат. Сестра, отец. Всем хочу передать привет. Все хорошо. Работаем. Держим купол над землей.